Всем привет! На продажу вышел такой домик, всего лишь 86 тысяч. Находится он, конечно, в таком не очень хорошем районе, небольшой, но к нему еще перемыкает гараж на одну машину. Ну и такой большой просторный участок на бэк-ярде. Зайдем в дом, покажу, что есть внутри. В принципе, для его размеров большой ливен-рум. В доме нету бейсмента, поэтому бетонные полы здесь. Здесь первая комната. Она вообще очень маленькая. Даже здесь нету шкафчика. Даже не знаю, как она считается комнатой. Побиты окна. Просторная для этого размера кухня. Даже еще что-то здесь осталось. Вторая комната. Маленькая, но имеет свой шкафчик. Тоже разбитые окна, пробитые. Ну, с комнаты вход на чердак. Такое ощущение, что вот это вот есть как лестница. Ну, проверять не будем. Ванная комната. Как-то очень необычное положение стоит туалет сразу около входа. Ну, вот это как утилити-рум. Здесь стоит подогревательная, отопительная система. Есть электричество вдали, в принципе, уже хорошо. Покажу бэк-ярдик. Чем-то наделали дырки. Соседская собака. Интересная порода для этого района. Английский бэльдог. Толстячок. Да, но вот еще хорошо, что позади вот ярда, вход в лес. Я так понимаю, что парк какой-то. Может быть и речка протекает там. Вот это вот курятник. Видно, разводили курочек здесь. По гаражу пошли трещины. Войти в гараж непонятно как. Ну, в принципе, не все так плохо. Даже вот куча пивка стоит закрытого. И закуска. Хорош. 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 Хорошая, конечно, цена, но дом маленький. Тем более, находится он в не очень таком хорошем районе. Вот. С учетом того, что еще в округе здесь вот апартменты. Ну, как говорится, будем думать. Время у нас есть до завтрашнего утра, но сейчас поедем, посмотрим другое. Вот другое предложение. Уже стоит оно 150 тысяч, но, в принципе, и выглядит по-другому, и райончик такой ничего. Хотя сам по себе вот участок у него небольшой. Чуть позже покажу. В доме спертый воздух, давно уже не открывались, не проветривали исповещения. Здесь старый убитый карпит. Просторная, можно сказать, кухня. Здесь большая. Она так вместе, так и соединена с Данином. То есть здесь должен быть столик находиться. Поменены окна. Тоже, в принципе, неплохо. Здесь такой спиртный завал. Помещение вот для отдыха общее. Это у нас здесь будет как ландри рум. Стирально-сушильная машина. Ну, вот обогревательная система, кстати. Видно, что она не новая, но не такая же, в принципе, и старая. То есть для продажи не пойдет. Надеюсь, что за время ремонта не сломается. Первый вот туалет здесь. Бездушевые кабинки. Соответственно, здесь надо будет тоже все менять. Ну, и комната. Конечно, плохо, если что они здесь закрыли вот окна. Такими руками. То есть мало светлая здесь. Ну, это шкафчик, в котором находится вот водооткачивающий насос. Зайдем на верхний этаж. Здесь полноценная ванная комната, в которую нужно будет абсолютно все здесь менять. Вот. Единственное, может быть, только оставлять этот вот сам так. Первая комната. Ну, в принципе, нормальная по размерам. Вторая такая же. Ну, и третья, вернее, это уже четвертая комната, чуть поменьше. К дому прилегает такой вот карпорт. То есть нету гаража. Открытый такой вот коновесик. Ну, и самый небольшой такой вот участок. Негорожденный. Ну, и вот здесь вот заканчивается его граница. Ну, здесь стоит еще шеддик. Думаю, что от этого домика. Попробовал включить себе кондиционер. Непонятно, работает он или нет. Ну, даже закладываешь себе такую цену, чтобы его поменять. Сейчас цены очень дорогие. То есть юнит кондиционер, это будет 3,5-4,5 тысячи поменять его. Плюс немножко непонятно, какая крыша. В не очень хорошем таком состоянии, вполне возможно, нужно будет менять. И вот отслоившийся здесь софит. Вполне возможно, что на крыше живут животные. Потому что с кухни было видно, что там что-то подметали, что-то такое ошаманили. Вполне возможно, что придется еще сбавляться от енотов здесь. Ну, сам домик такой ничего, мне очень нравится. Я думаю, что будем делать на нее предложение. Поедем на следующий. Ну, вот этот вот домик выставляют за 125 тысяч. Сейчас обойду снаружи, покажу, как он что выглядит. Расположение его по району так себе. Ну, а здесь вот рядом находится такой вот байдешак. Снаружи дом неплохо выглядит, но также к дому прилегает гаражик. Этот living room просторный, большой. Вот видно, здесь кто-то уже бросал камни в окно, захватили окна. Каминчик. Вот интересные вот такие вот вогнутые окна. А дом вот этот, что-то начало 1900-х. Вот это, наверное, будет как dining room вместе с кухней. Когда-то видно, было модное. Вот, ну, а теперь здесь все надо будет, конечно, это выкидываясь. Из кухни вход в гаражик. На данный момент, смотри, сейчас поменяна крыша новая. Вот когда-то вот так текла она. Попробуем зайти в бейсмент. Вон сырой, видно, подсекал. Ну, бейсмент небольшой для такого размера дома. Блоки ровные. Хотя вот когда ходишь, то видно, что структура дома немножко поменялась. Полы неровные. Я так думаю, что, наверное, где-то вот в этом месте. Нужно будет укреплять и домкратить. Под карпетом будет паркетный пол. Неизвестно, в каком состоянии. Может, можно будет больше шлифануть его. Вот здесь тоже первый туалет. Какая-то лежит птица. Там, может, летущая мышь. Оригинальные двери. Их нужно будет оставлять, потому что такого размера даже уже не купить. Ну, невысокие потолки. Здесь вот видно оригинальный паркет. Поменены около. Вторая комната. Даже, наверное, побольше, чем первая. Запах, конечно, в доме какой-то непонятный, бля. И отвратительный. Ну, третья. Совсем малюсенькая. Ну, шкафчика нету. Либо вот этот. Якобы будет считаться шкафчиком. Такое небольшое здесь. Вот ванная комната. Она же вместе и с лаундрером стиральной сушильной машиной. Положена плитка. Вот, конечно, все старое. Работы по дому очень много. Да, разбито вот окно. Смотрись, стреляли или зачем-то. Ну, вот такой вот обзорчик на сегодня. Пишите в комментарии, какой бы вы выбрали домик под флип. Но я, в свою очередь, приеду домой. Подумаю, посчитаю, на какой будем дом делать предложения. Вот, всем удачи и до новых встреч.